ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте! Я Ксения Собчак. А я Ксения Бородина. И это телепроект Дом-2, где одинокие сердца ищут друг друга. Вчера одним одиноким сердцем у нас стало больше. К нам присоединилась Роза Кулаян. И теперь ей предстоит решительное сражение за своего избранника. Ну а кто им станет, мы узнаем позже. А сегодня на нашей телестройке мы осуществим заветную мечту каждого мужчины. У нас наступает патриархат. И девчонкам придется выполнять все капризы парней. Посмотрим, надолго ли хватит нашим участницам женского терпения. Сегодня сороковой день телестройки. В девичьем букете появился новый цветок. Это девушка Роза. И теперь она пополнила лагерь невест на выданье вместе с Николь Бодровой и Ольгой Бузовой. Правда, Ольга среди них человек уже с опытом. Она успела и роман завести, и в отдельном домике пожить со Стасом Каримовым. Однако счастье длилось недолго, и теперь Ольга ждет приезда нового мальчика. А вот Стас, после двух своих неудач, сначала с Мариной Мышеловой, а затем с Ольгой Бузовой, перестал ждать чудо со стороны, решил присмотреться к старым участницам и рассмотрел, наконец, Зинаиду Шляк. Она еще ни с кем не строила любовь на нашей телестройке и не испугалась прошлого Стаса, за которым закрепилась слава самого популярного, но самого неудачливого парня. Это Степа? Степа, вставай! Ой, ты так поответственней! Да, все, а то у Степыра и к земле. Вставай! Вставай, нет! Нет, даже не минуты нельзя! Да, Жаша, выходи! Женя, вставай! Да, а у меня эрекция, может быть? Ура, вставай! Какая эрекция! Вставайте! Давай! Я боюсь, я не знаю, что такое эрекция! Быстрее, все, не буду заходить второй раз. Нет, я говорю, вставайте, все. Вот, смотри. А, Марика, бестия, вставайся! Сегодня патриархат, значит, мужики, наверное, остаются дома, а мы работать поздно. Ну, да, скорее всего, это кому-нибудь будет. Или мы будем драйвить нашу квартиру. Да. Уважаемые женщины, в одну шеренгу вы не вставите, пожалуйста. Не заходите, вы почеваете. Вставите просто. Да! Димите свою даму и вот туда вставьте в одну шеренгу. А где остальные? У двери. Зина, Оля. Пожалуйста, пожалуйста. Где остальные? Пожалуйста, становимся. Все собрались, все. Плеер, вытащили души. Это дискриминация маленьких девушек. Нет. Куда стало? Пожалуйста. С этой секунды вы выполняете все разумные требования, кроме секса. Пожалуйста. С этими, господами. Значит, надо с вами будет ваше сиятельство, уважаемое хозяинство. Ужас! Вы унижаете нас! Ваше сиятельство, сиятельство. Евгений Олегович, мы все поняли. Уважаемые господа, ваше сиятельство и мой хозяин. Нет, ну какой попа хозяина? У него есть своя. Зачем я не испонял, пороженство лучше. Сейчас будешь многое слою. Меня зовут. Ольга Игоревна. Ольга Игоревна. Весь день я готова выполнять ваши просьбы. Весь день я готова выполнять с огромным удовольствием ваши любые прихоти и ваши просьбы. О, милейший. О, милейший. А наутро у вас будет дело? Роза. Да. Ну, как, нормально? Ну, так, вставайте. А, нам устроило там, типа, меня вообще удавило. Давайте быстрей, типа, что у нас раскочегали. Очень рад, да. Такие в паньке. Сосер говорит, сам, у всех там эрекция, а она со всех тела подскидывала. Я успел, я вернулся. Я тут же лежал. Твою беду, я так одеваю чуть-чуть. Ё-то, б***ь. Что такое? А у тебя есть эрогенная зона, уважаемый Евгений Евгеньевич? Живот? У тебя эрогенная зона? У меня, да. А у тебя, Ром, какая эрогенная зона? Пупа. Ты же на ней сидишь. Да, пупа. Пупа? Серьезно, пупа? Многие, кстати, парни, попа эрогенная зона. А у тебя Оскар? Ну, нет, все, что там находится. А у тебя осталось? Чего? Эрогенная зона какая-то? Эрогенная. Личный вопрос. Ребята пожалели в домике 3-4 дня. Да. И она у нее задает такие вопросы. Мне сказ не давал просто. Ты не так. Не давал. Ну что ж, сегодня у нас великий день. Это патриархат. Сегодня управляют мужчины, как в старые добрые времена. У нас сегодня плохо получается. Да, я вижу. Ну что ж, сегодня два человека остаются готовить. Естественно, это будут девушки. Это Зинаида. И кто вы еще решили мальчики? И Ольга. Хорошо. Они остаются готовить. Проходите. Остальные девочки, только девочки идут на стройку. Мальчики отдыхают. Но по желанию мальчишки могут пойти на стройку. Кто хочет. Я вам предлагаю руководить девчонками сегодня на стройке. Пойдемте. Ребята, всем рекомендую посмотреть на небо. Говорима. Работайте. Ваши ноги дают вам счастье и посылают вашу землю. Великим и магическим рисом. Девочки, надо сланяться. Если вы трудитесь в этот день повиновения мужчинам. Роза, дарим тебе рис. Ешь его. Роза, ты лучший раба. Рынский бог лучший. Восхваляй своего господина. Елена, дарим тебе рис. В знак счастья, примирения и подчинения своему мужу. О, раба Ксения Бородина, дарим тебе рис. Дабы подчинялись тебе люди и великие творения мира сего были в твоих руках. Спасибо. О, Николь, дарим тебе этот рис. Дабы ты нашла своего мужчину своей мечты или женщину своих грез. Николь, сними шляпу перед богами твоими. Молись им. О, солнце, дарим тебе этот рис, дабы солнце светило нам всегда из твоих лучезарных глаз. О, боги, пошлите мне мужчину или женщину. Мы будем тебе мужчину, Николь. Ольга, не прячьтесь от ваших богов. Выйдите к нам, и мы отдарим вас счастьем и рисом. Иначе спустим на вас балку или кирпич. Не надо балку, я без капки. Помните своим богам, Ольга, больше любви и секса, господа, больше. Как красиво вообще вы. О, Наталья. Я здесь, мой бог. Великая модель миров и поколений, времен и эпох. Дарим тебе этот рис, чтобы не выпали у тебя зубы, не выпали волосы и не отвалились уши. Спасибо тебе, мой бог. И мы свято наградим твою внешность такой красотой на любые времена. Будь вечной, Наталья. О, боги мои. На колени, Бородина. Я прошу вас. Как с богами разговаривать. Очень прошу. На колени. Спуститесь к нам наперекур. Встречу вам. Мы вас приглашаем. Весное лицо. И последние слова. Мы счастливы. Троекратно. Мы счастливы. Руки к солнцу и к богам. Мы счастливы. Как считаешь, Стас Газин действительно испытывает симпатию? Кому? Газин. Нет. Нет? Ты же так уже, как тебе и Марина. То есть он меня поставил на один уровень с ней и спит? Если человек бросает одну девушку, а через несколько дней встречается с другой, значит, в принципе, обе бабы дуры, а он не любит ни одну другую. Ну, Стас мне такого не говорил. Давайте. Оля. Помню разговор о беседке. Стасу и Оскару спросили, что мы будем делать после шоу. Оскар сказал, ну, я буду ездить в гости иногда. Коля. А Стас сказал, ну, да. Он, это, как его, Ольга меня тоже приглашала. А это когда было? Ну, тут беседки. Давно? Бездолго, да. Вашего разрыва. И что? Это называется не сюда. Какой кошмар! А боги, я могу начинать? Да. О, да. Спасибо. Ну что ж, у нас сегодня очень интересный день, потому что у нас сегодня патриархат. То есть мужчина управляет женщинами. Так вот, вопрос. Кто в доме хозяин? Род, скажи. Я считаю, что мужчина должен быть хозяином дома. Почему? Ну, у меня такое понимание, что он должен быть главным. И я видела, может быть, в своей семье и в окружении это. И не представляю, чтобы жена была главная. Вот у вас, Рома с Леной, кто глава в доме? Рома. Рома. Да. Лена, ты с этим согласна? Рома. Ну, ты так загадочного, что пусть думает, что он на самом деле и я. Нет, не глава. То есть у вас патриархат по жизни. И ты это приветствовала? А у нас немного другое понимание главы в доме. Позиция мужчины в доме не должна заключаться в мелочах. Я сказал, сделай. Я сказал, постирай носки, сделай. Это надругательство, это терроризм просто над человеком. Ты должен быть мужчиной и быть немного выше этих мелочей. У тебя задачи более серьезные. Какая? Какая задача? Ну, здесь, сейчас, на проекте. Здесь, допустим, мы пытаемся наладить хорошее отношение. Хорошее, построить любовь. Ладно, Оскар и Ольга. Кто у вас главный? У нас равноправие. Да. Сказала Ольга, не успеву Оскару даже открыть крестами. Хорошо. Я тоже самое хотел сказать. Ну, в какой-то степени она, в какой-то степени. Один раз был момент, я попросил у меня носки стирать. Я кинул ее в тадик. Я просто хотел посмотреть реакцию. И она постирала, я был рад. Я не вижу ничего в этом такого, мне не сложно. Если мне человек нравится. Давай возьмем более глобальные проблемы. У вас есть какая-то сумма денег. Вот, допустим, Ольге нужно что-то срочно губить, допустим, стиральную машину, да? А у тебя машина сломалась, тебе нужно ее починить. Ну, есть много разных вариантов. Я могу ответить, что я в этом случае буду делать. Пусть он чинит машину. Почему? Почему? Я лучше стираю машину. Я вон у друга займу денег, потом расплачусь. Нет, нет. Ты долго вариантов. Что нет? Я лучше постираю руками, я люблю стирать. Я постираю руками, пусть он починит машину. Не надо, мы маме машину стиральную купили. Для того, чтобы не знать, стасасываю. Ну, мы решим этот вопрос, как мне хочется. Хорошо. Саша и Наташа. Глупый вопрос. Кто главный? Ну, конечно, действительно глупый вопрос. Ты. Равноправие. А, равноправие. Пока равноправие. Сейчас у нас период узнавания друг друга. Я думаю, вообще рано об этом говорить. Ну, а так, в принципе, равноправие. А там уже дальше, я думаю, что я буду... Ну, понятно, то, что вы еще не живете вместе. Поэтому я и спрашиваю, как бы кому хотелось? Как бы кому хотелось? Лично я считаю, что мужчина это все-таки глава семьи. Вот. Женщина это шея, мужчина это голова. Все, и я за это, я считаю, что это нормальное. Ребят, давайте проведем такой мини-тестик, да? И сейчас должны будут поднять руки те, кто считает, что они могут быть главой семьи. Поднимите руку. Александр, Рома, Елена, Стас, Оскар, Саша и Николь. Николь, ты считаешь, что ты можешь быть главой семьи? Могу. Я могу и подчиняться, и могу быть главой. Все зависит от того, с кем, как бы, создаешь семью. Потому что все люди разные. А есть мужчины, в частности, которые вид мужского пола, которых я терпеть не могу. Которые, допустим, главы, то есть, как бы, а сами ничего, на самом деле, себя не представляют и не могут. И они пытаются еще как-то быть лидерами в семье, хотя, на самом деле, они тряпки. Я считаю, что если я влюблюсь, то я позволю быть главным мужчиной. Мне это будет интересно, потому что в предыдущей практике у меня такого не было, чтобы я подчинялась. Николь, а что тебе проще, подчиняться или управлять? Ну, наверное, все-таки до конца подчиниться я не смогу. Да, Санц. Тебя не удивило, что я не поняла руку? Да, удивило, очень удивило. Очень. Может, ты объяснишь? Да, я могу объяснить. Давай. Николь сказала одно слово, оно очень важно, лидерство. Так вот, в семье борьба за лидерство, я считаю, это очень тупо, и это деградация. Если в семье отношения конкуренции, в семье не будет просто вообще. Мне-то теперь еще и возьмите. Спасибо. 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 Редактор субтитров А.Семкин